у нас камера идет уже, камера уже работает вот мы сидим с банюшечкой около печки, как всегда наша жизнь последние три месяца это сплошная борьба за выживание да, немножко в таком физическом смысле да, в Швейцарии с психическим, да, и частично с физическим да, как у нас там тоже электрическая печка грелись по 16 градусов в комнате и по 13 в кухне ну и здесь многое не изменилось, да, то есть я даже не знаю сколько у нас тут градусов но вот в курточке мы еще сидим у печечки уже в нашем большом доме и в основном, скажем так, большой, мне это неудобно говорить, у нас не такой большой ну печка у нас хорошо топится, нам дрова привезли два дня назад там где-то я сняла кадры, у меня почему-то программа не работает, не загружается но все время она у меня куда-то, программа на полуделе, она у меня просто как-то называется ну просто не срабатывает, что-то не срабатывает, все время приходится снова перезакачивать в общем, короче, что-то не то не знает, то одно, то другое, ну как всегда удивительно, что Microsoft еще такие допотопные продукты на рынок людям, потребителям, да, такие еще устаревшие продукты все устаревшие, несовременные вообще, по сравнению с Макинтошем, с этим, по сравнению с Эйплом, конечно, им еще работа все работа, ну по-моему, это же у них не цель, да, чтобы люди, люди имели все это хорошо функционирующий интернет и все хорошо функционирующие современные программы, они все равно сожгут, потому что Microsoft корпорация, конкуренции практически нет, да, только что Apple, ну есть там Linux, по-моему, там для специалистов ну в любом случае, теперь у меня компьютер работает, там сегодня включили свет, так что? ой, Вилан, ой, как же на всех языках вспомню, на русском не могу вспомнить, даже по-венгерски, да, помнила так вот учишь язык, да, иногда с чем-то сталкиваешься вот, ну, прохладненько здесь у нас, прохладненько, печка топится, но свет уже есть, да свет, электричество включено сегодня, после вчерашнего скандала ну, как скандала, то есть я все там попрошайничаю пожалуйста, пожалуйста, сделайте это, пожалуйста, там один раз про адвоката, правда, заикнулась, что якобы уже закрыли, ну, обращусь к адвокату, если что вот, ну, короче, никакой реакции, я с тобой большое впечатление не произвела этим, да, на них, ну, наверно, только все обозлятся, из вредности будут меня тянуть до последнего вот, а вчера последний козырь я уже просто выкинула, что уже три месяца я как все снимаю это на камеру и, типа, публицирую все это в интернете, и сказала, что тысячи подписчиков смотрят все это и, типа, того, что ну, что могут быть проблемы там, типа, ну, что как и он работает и каким образом я все записываю, ваши разговоры, что я с вами разговариваю и все это документирую, еще даже не зная, что когда что будут у меня проблемы или нет, так как я приехала в августе и вот с первого дня расскажу, что, ну, пару недель будет электричество там, так скажем, ну вот, и будет отопление, но, тем не менее вот прошло три месяца, ничего не было сделано, все были какие-то непонятные трудности, то это электрика, то это сама организация, то сама эта корпорация я наругалась на них, конечно, тоже, говорю, как вот вы вас даже немецкий, на немецком языке сервис у вас есть и на английском это у вас что, как, ну, декорации, что ли декорации, мне прям нравится слово, потому что они продекорировали а вот мы, у нас даже на немецком есть обслуживание, ну, во-первых, нужно было давно сделать, потому что, наверное, 30% уже здесь немцев ну, и на английском англичан, по всей видимости, тоже очень много в этой деревне тоже у нас здесь есть англичане, парочку, точно есть пар домов, я точно знаю, но, может быть, и больше уже ну, и вот этим я уже просто сказала, вы знаете, я это все буду рассказывать, я это все рассказываю у меня все датирование, все доказательства есть, каким образом все это мне тягомотина идет, я говорю, а кто мне заплатит мои расходы на то, что мне пришлось позавчера заказать дерево, мне пришлось расход на свечки, расход на бензин со всей этой беготни кто кто мне это а мой моральный ущерб, какой я тут несу страдаю, и не только морально, но и физически мне же там и холодно, и голодно то есть такие эти самые условия, ну, в общем, короче да, и не знаю, и вот и все, значит, вчера с ней разговаривала, она сказала я пойду разберусь, пойду разберусь я думаю, что, может быть, я сыграла на этой волне что лично она как испугалась что-то, может быть, там и она сама ей было бы наплевать там все это я говорю, как же так вы сидите я говорю, кто ответственный кто за это будет отвечать кто ответственный адвокат говорит, что он звонит электрику электрику трубку не поднимает я говорю, что здесь вообще происходит ну, в общем, она говорит ну, вы же электрику, вы же выбрали я говорю, вы мне даете лист по этому листу я выбираю из того, что вы мне даете а если других нет, я просто зависима от этих людей а может быть, они меня просто недолюбливают ну, а как тогда к кому мне тогда обращаться как это у вас неорганизовано это же нужно каким-то образом организовать, какая-то ответственность кто-то должен нести за эти вещи но никто не хочет никакой ответственности нести а человек, который на телефоне по-немецки со мной разговаривает он мне, в принципе, ничего кроме как только мне он может сказать какого числа это какого числа топ случилось когда там будут и слава богу, что это еще есть, да вот, но а помочь он практически никак не может ну, как же я вам могу помогать ну, как я говорю как мне что-то поможет вы должны узнать там у меня, наверное что у меня с проблемой почему там с такой долгое время ничего не происходит в общем, короче, это же это же были звонки не только вот вчера, да вчера, правильно? да, вчера вчера утром я звонила вот сегодня сделали свет электричество приехали ну, вот хотите, верьте хотите, нет то ли это случайность то ли это закономерность что нужно действительно, может быть, и угрожать требовать так что мне вчера позвонила Михаила позвонила мне вечером говорит ойга, тебе это самое придут завтра делать делать электричество я говорю что, что, что я даже не поверила честно говоря я просто не поверила я уже ожидаю очередной сложности я просто не поверила говорю, повтори еще раз на самом деле я не поняла о чем речь сейчас конкретно я потому что думала что может быть это по поводу бойлера который собралась в другом доме там инсталлировать уже я же купила бойлер да купила этот разогреватель воды вот для кухни ну ясно, что они там нужны в любом случае их делать но лучше я сделаю это позже когда я там с дверью вопрос решу там замком там серьезным или там металлической дверью или я не знаю или как это называется security какой-то там, да камеры там установить туда в случае еще очередного взлома да вот поэтому мне так не хотелось туда все это инсталлировать но я думаю если мне сейчас там придется жить пока здесь ничего не сделают тогда мне придется наверное просто там устраиваться а что же делать да вот ну в общем после вчерашнего длительного вот такого разговора в общем интересно смешно каждый раз тут вот она меня уже знает да и каждый раз вначале она даже не спрашивала просто имя просто ей нужно было номер какой моего там этого счета да или а у меня тогда я даже и не было я его долго искала она терпеливо ждала в общем в самом начале да сейчас уже разобрались какой номер там основной какой нет я его чуть ли не наизусть знаю и вдруг неожиданно последние три раза когда я звонила она мне стала спрашивать а в каком городе родились а как родители как имя имя вашей матери до замужества ну это типично здесь в Венгрии да что здесь нужно в некоторых организациях ну в общем где-то нужно предоставлять документы здесь прописывается имя матери до замужества вот но самое интересное что она меня этого не спрашивала наверное многократно потому что уже было известно что телефон соответствует все соответствует и последние три раза она у меня постоянно спрашивает а из какого города а из какого а как это самое и в этот раз я уже звоню и сама ей говорю так куда номер такой-то или моей матери замуж такой-то я родилась в таком-то году в таком-то городе я все это выпалила уже сразу уже просто ну как не издеваюсь а уже такое состояние чтобы всякую фигню не спрашивали извините одно и то же она же прекрасно уже знает о чем речь зачем это зачем это делать зачем это все делать бюрократию ни к чему разводить проверка там личности мы же не в банке количество денег спрашивали снять хотим ну ладно вот значит ну в общем да в общем решен вопрос вообще может быть он и сам бы решился а может быть и нет я не знаю не знаю от завистили действительно помогло ли то что я вчера просто на нее просто наехала на эту женщину потом она мне звонила два раза еще как выяснилось сегодня она мне еще раз позвонила у меня естественно там телефон тоже не все время работает там же аккумулятор да у меня постоянно заряжаться нужно утром обычно у меня ничего не работает но позвонила она мне говорит ну вот как у вас там какие дела у вас все нормально там должны по идее вот к вам сегодня приехать приехали ли они я говорю да приехали она а да вот я как раз в системе вижу что они приехали то есть в системе вот все это в принципе регистрируется то есть в курсе она была и вчера когда я звонила утром у них еще в системе вообще никаких данных не было никакого как такового не назначено было термина не назначено было число когда они вот собираются это делаться в общем значит помогло по всей видимости Вот это вот, да, то, что как бы на публику все это будет известно, там, да, это все будет записано, там, как я и сказала, да, там эти облоги, по всей видимости, это повлияло каким-то образом, да. Не знаю, потому что это был последний вот козырь, которым я вообще, в общем-то, не хотелось мне совсем никогда же этим пользоваться, но я не знаю, может быть, а вдруг нужно же просто в средства использовать, так что уже не знаешь, ну, мне уже все равно, там, это будет официальным путем это сделано, вот как раз вот на сегодняшнем числом, или, или это вот действительно нужно такое давление, а так просто тебя забудут. Вот, ну, в общем, вот так вот, да, значит, свет у нас тут горит, и начинаются, конечно, очередные проблемы, некоторые позитивные, кстати, смешные такие сюрпризы, некоторые неприятные, вот, ну, посчитала, посмотрела, сколько лампочки какие нужно заменить, какие сгорели, вот, подготовила уже себе памятку, что мне нужно заменить, чтобы уж все тогда тоже функционировало, все лампочки везде. Вот, значит, первым делом ринулась я посмотреть, что же с этим с обогревателем, с койлером, а там, я вообще даже не заметила, а там, оказывается, тоже труба прорвана, в общем, короче, придет сегодня, не знаю, когда, когда у него будет время, вот, вот, наш, наш, наш местный герой, царь, и повелитель всех газовых труб, и, ну, в общем, короче, газовых тел, и частично с водой тоже заработает, с отоплением, вот, которым, за которым мы гонялись, с этой, с Михаилой, почти что криминальная история, как мы с ним гонялись, там, и Тамаша его встретили, там, и машину, ему путь перегородили, выехали прямо на свечную полосу, там полиция приехала, вот, не знаю, рассказывала или нет, ну, в общем, короче, довольно криминально все это выглядело, вот, ну, в общем, он понял, что девушки тут в полном отчаянии, и на другой день я организовал, нам, в общем-то, приехал, приехал посмотреть, да, приехал посмотреть, и вот эти, эти, как они называются, ну, вот этот счетчик поменяли, в принципе, за две минуты, применяли, поменяли его за две минуты, практически газ уже у меня действует, действует, должен действовать, как месяц, да, вот сейчас все это с электричеством настолько затянулось, вот, ну, конечно, ясно мне было, что, может быть, с этим сбойлером, электронагревателем могут быть там какие-то проблемы, потому что очень может быть, что там что-нибудь протекает, или вот когда долго дом не отапливается, может здесь все произойти, вот, и действительно, даже сама посмотрела, вот, невооруженным глазом, там, короче, видно, что труба одна из другой выскочила, там, да, плохо соединена была, или лопнула там, я не знаю, но не лопнула там, где вот соединяется, разошлась она, вот, и, короче, тогда поняла, откуда там капало тоже, вот, ну, ладно, теперь жду, когда у него будет время приехать, ну, по крайней мере, хоть я дрова позавчера привезли мне, то есть позавчера мне привезли дрова, позавчера купила я водонагреватели на кухню, и душ в другой дом, да, чтобы там, хотя, если придется переезжать, чтобы там можно было мыться, воду нагревать и так далее, вот, значит, все это купила там, потом эти срочным образом дерево заказала, как ни странно, по высшему тарифу, чем всем другим, как всегда, в общем, как ни странно, потому что не знаю, что там опять произошло, должно было 13 тысяч стоит, а у меня почему-то 16, ну, ладно, бог с ними, вот, ну, вообще, вообще, нужно настолько опасаться, там, я не знаю, нужно все это вовремя и заранее делать, наверное, вот, и по телефону неправильно я там число сама назвала, я не знаю, что, короче, опять какая-то глупость произошла, ну, ладно, немножко дороже, ну, ладно, вот, короче, значит, дерево, дерево привезли, бойлеры купила, в общем, всякие растраты никчемные, в принципе, ну, как, ну, они, в общем, никчемные, да, конечно, в тот дом мне тоже дерево нужно, но я, в принципе, все собираюсь все-таки там, свое, собственно, дерево-то применять, ну, просто руки не доходят, думаешь, сейчас здесь сначала свет, сначала здесь благоустроишься каким-то образом, хоть согреться можно, да, согреешься, не, это беготня закончится, здесь убраться, по-человечески жить, с компьютером, совсем все заряжено всегда, вот, и тогда уже просто так на работу-то выезжать и уже просто дело за делом решать, а то у меня такая беготня, то там, то там, то там, то здесь не знаешь просто, куда, куда кинуться, да, вот, так, три месяца, и все завязано на этом электричестве, потому что телефон не работает, а другие, кто-то тебе говорит, вот, у тебя там телефон вечно не работает, я говорю, ну, а как он не может работать постоянно, я же, у меня свои солярные тут, онлайн, это и нету установки, да, чтобы, откуда, вот, ну, в общем, вот тогда бесконечная беготня, вот, поэтому, в общем-то, в принципе, было не планировано, в общем-то, свое дерево еще покупать, когда у самого там все заросло и лежит там уже даже поваленное местами, да, там только напилить надо, вот, ну, сейчас пойду спички вам, опла, нужно посмотреть там, у нас свет горит, теперь, наверное, что-то видно, ну, у нас, конечно, еще тоже уборка ждет сейчас, да, теперь уже начинает уже убираться, сейчас уже так, в предчувствии, даже в холодной воде там копошусь, потому что все-таки уже думаешь, о, в предвкушении, что сейчас будет все нормально, вот, ну, не знаю, теперь, значит, что с этим бойлером нужно ему будет сделать, чтобы он заработал, заработает бойлер, а есть, вот, что неприятно, ну, это я уже ожидала просто, это из того, что, на что я уже рассчитывала, что может так получиться, что с бойлером не все в порядке, в любом случае ему было бы нужно приезжать для того, чтобы, как сказать, новый старт сделать, да, рестарт, как бы, и проверить там трубы и прочее, в общем, короче, опять, значит, он тут приезжает, ждем, сегодня после обеда, надеюсь, у него будет времечко для нас, вот уже просто чуть-чуть осталось еще, вот, ну, а что неприятно из того, чего я не ожидала, стиральная машина, потому что я сначала ринулась с этим с бойлером, потом, потом, потом поняла, что с бойлером у меня номер не пройдет так самостоятельно, ну, ну, хорошо, ясно, теперь нужно стиральную машину, потому что стиральная машина не зависит от обогревателя, стиральная машина, в принципе, наверное, только на электричестве, да, поэтому, в принципе, я могу начать сейчас стиркой, а со стирки у меня мили очень много, и кроме этой новой пижамки мне, вот, в общем-то, носить здесь и нечего, ну, пару приличных там, что-то есть, но вот так не оденешь здесь ни в огород, ни по дому, нигде, вот, или холодно, или, ну, в общем, короче, барахла-то много, а перестирать надо все, потому что все такое грязное, носить же невозможно, руками стирать не будешь, здесь, честно говоря, ну, можно было бы, ну, просто стараешься уже просто использовать то, что вообще еще есть там, да, и, вот, ну, практически уже чистого ничего не осталось, вот, ну, в общем, короче, нужно было мне постираться, рянулась я в стирку, бросилась, уже загрузила до машины, она раз и не идет, короче, вода не льется туда, не заходит, перевернула все эти инструкции, кстати, все инструкции-то уже на русском языке, вот эти, эти бойлеры и стиральные машины все на русском языке, наверное, для этого, для нашего религона, вот, в общем, ничего не работает опять, вот, так что ждем, стирку было бы классно начать, постирать, все погладить, ой, вот, как начинаешь любить неожиданно, неожиданно, такие домашние работы, ну, так долгожданные домашние работы, какая-то, какое счастье, какое счастье, наконец-то начать уборку, ну, такую основательную чистенькую с горячей водичкой, а не так, там, холодной водой, быстрей, быстрей, повесить шторки, там тоже хочется, не кое-где, там, где стены не буду делать, повесить шторки, в спальне нужно будет стены делать, нужно будет вообще, в принципе, освобождать там все, и такая проблематичная комната, там, и электричество, там, по идее, не должно работать, в прошлый раз не работало, а сейчас, не знаю, не испытывала, надо попробовать, какие розетки там не работают, то, что, ну, оно не срочное, но можно, чтобы просто знать точно, где там, что не работает, вот, два года назад там не было у меня электричества, нужно было удлинитель тянуть, вот, а вот, что интересный такой сюрприз, ой, вот, ну, нужно было мне так, пошла я в туалетчик, в свой, вот, а у меня такой, этот, унитаз, со специальными разными функциями, но, к сожалению, они никогда не работали, и я даже сама не знаю, как, как, я вот его привезла сюда, так и не испытала, какие там вообще у него функции есть, в общем, в самом начале он не работал, вот, а те специалисты, которые тут мне раньше делали, в самом начале, ну, они там красиво, ванну, в принципе, чистенько, все сделали, и там даже положено, вот это, под полом, под полом отопление, и, и тогда это такая штуковина, вот, там, несколько, какого, 6 квадратных метров, или сколько там, меньше там, по-моему, стоило 500 франков, ну, это как 500 долларов, приблизительно курс там, вот, довольно дорого, и вот положили туда эту штуку, закопали там, забетонировали, и, и, и она никогда тоже не работала, в общем, там такой электрик у меня был, ничего не работает, короче, ни туалетом с этим электрическим никогда ничего не работало, и я, в принципе, рукой махнула, самая главная функция работает, и, слава тебе, Господи, там, да, сливает воду, и ладно, ладно, а тут после того, как вот включили электричество, не, не после того, как включили электричество, после того, когда у меня этот прорыв воды был в самом начале, Нужно было этот толчок отремонтировать, то, что там лопнула какая-то тоже труба, вот, и в самом бачке где-то что-то произошло, и тогда я вызывала вот этого тоже там специалиста местного, и они тут копались-копались у меня, и, короче, сделали эту функцию, и всё, и ушли. А электричества тогда вообще не было, то есть вот там, естественно, никто не тестировал, никто ничего не делал, вот, и тут, значит, села я над толчок, и вдруг как-то, что-то, как задуло везде, завентилировало, я, как я перепугала, я там подпрыгнула, я, честно говоря, как-то неудобно рассказывать, но, с другой стороны, так смешно, вот, потому что я аж вообще даже и не рассчитывала это, и не рассчитывала, что это когда-то будет работать, и вообще даже, честно говоря, я не знаю, как такое работает, вот. и, в общем, вообще это был такой этот то ли шок, то ли чего, но довольно быстро поняла, что происходит. Чё-то вентилируется, да? В общем, короче, и для электриков, наверное, тех, которые там работали, сантехников, это, наверное, тоже будет тоже, наверное, такой будет нужно будет потом сказать, что заработает теперь, и за одно электричество тоже там. Попробовала, там, подожмала кнопочки, может быть, и пол ещё заработает, согреется, кто его знает. Сразу неожиданно начнёт. Ну, нет, вот сейчас смотрю, теплее не стало, но, может быть, пару лет, через пару лет кто-нибудь что-нибудь отремонтирует, случайно где-нибудь нажмут на какую-нибудь кнопочку или какой-нибудь вентик подкрутят, и вдруг заработает. В общем, такой, это был позитивный сюрприз. Сюрприз, которого я, в общем-то, не рассчитывала уже пережить. Вот, и уже настолько, ну, в общем, без разницы, когда не знаешь, там, такой особый комфорт, там, в общем-то, не знаю точно ещё, какая функция нужна будет, его более детально испробовать. Вот, ну, какой-то там что-то дует и вентилирует, да, вот-то по звуку. Когда тронешься, надо про это продемонстрировать. Вот, потом, что у нас ещё с этим, в связи с этим. Ну, вот, да, пылесос что-то вообще не тянет, что у нас ещё не работает. Вот, ещё у меня там есть электрическое отопление, в этом маленьком, в этом, там, где бойлер стоит, для того, чтобы мелочь какую-нибудь, там стираешь, около стиральной машины тоже нужно было посушить, там, чтобы мелкое бельё или ещё что-нибудь, полотенчики, быстренькое. Вот, и тоже привезла её, это из Швейцарии, там, хорошего качества, в принципе, она на масле, на масле как-то. И не знаю, не работает тоже, не знаю почему. Электричество есть, розетка работает, вот теперь нужно будет посмотреть, может быть, там, вот это такое динстационное управление, как бы, там, наверное, батарейки нет, может быть, батарейку заменить, может, потом тоже заработают. Ну, ну, хотя бы её включить сейчас, ну, не покупать ещё электрическую печку сюда сейчас, сколько уже денег-то потрачено на всякие бойлеры. Вот, вот такие вот делишки, так что ждём, посмотрим, вдруг сегодня вечером у нас уже будет тепло. В принципе, если включат, и всё нормально, то через пару часов там уже будет довольно тепло здесь. Вот, и печь, ну, готовить уже можно, уже чай я себе делаю, готовить уже можно, плитка сначала не сработала, потом всё включилось. Вот, посмотрим, что мы сегодня будем готовить-то. Тебе покупать что-то надо, теперь уже не отговоришься, придётся готовить нам. Уже просто скажешь, нет, нет возможности готовить, да. Немцам пообещала тоже ужин. Вот, а готовить, собственно, не умею особенно. Теперь думаю, чем мне чего приготовить-то, чтобы это, чтобы я сказала, грели борщ, что-нибудь или ещё что-нибудь такое, даже не знаю, могу ли я ещё. Вот, ну, в общем, ну, что-нибудь приготовлю. В крайнем случае, можно будет пиццу сказать или ещё. Приглашу там кто, сочувствующим, которым более-менее сочувствовали мне в моей ситуации. Хотя они сегодня утром приехали, тут женщина Михаила и ещё там немец один молодой. Приехали и ой, говорит, а холодно у тебя здесь? Я говорю, ну, а что ты печку не топишь? Я говорю, как топлю? Ну, а что так холодно? Я говорю, ну, вот так вот и живём. Как вы думаете-то? Вот, в общем, ой, только сейчас прочувствую серьезность всего и всей ситуации. Говорят, что печку неправильно топлю. Да нет, правильно, просто здесь везде прорубила стены. Ну, я же не рассчитывала на то, что буду печкой топить, да, как основным, основное средство отопления, да, в общем-то, рассчитывала, что газом, и никогда не думала, что думала, как так для атмосферы, там, для какого-то такого климатического, такого приятного состояния в доме печку потапливать, для того, чтобы там слышно, слышно, как дрова там трещат, я так, в общем-то, не была целью так жить, да, вот, ну, и помещение, конечно, все эти открытые, дверей нету, и помещение не отопляется так, как надо, если бы были двери, то было бы, конечно, более эффективно, а так у меня все это там уходит куда-нибудь в щели, в двери, там, не знаю, через крышу, наверное, там тоже, там особенности в спалене довольно-таки прохладненькое, хоть у меня там глина, и все это заделано, но я, когда вот у меня там все сыпалось сверху, это глина, через, через деревянный потолок, я, в общем-то, решила там убрать, отодвинуть эту всю глину, и туда положила, попыталась положить пленочку, пленочку для того, чтобы немножко изолировать, изолировать, и сверху, ну, не положила эту глину обратно, ну, честно говоря, мне просто неохота было сейчас еще глину туда есть, наваливать туда, вот, шлась там, летом пожаря, а сейчас по холоду, вот, ну, в общем, короче, нужно будет все равно туда, конечно, лезть, и прикрыть все это дело там снова этой глиной, вот, потому что чувствую, что там как-то похолоднее, я думаю, что, наверное, с этим связано, вот, ну, ладно, наболтала целую кучу, вот, сейчас попробую, если у меня поднимется хоть это видео, да, там, а вчерашнее, позавчерашнее, не знаю, что делать, стоит ли их там уж пытаться делать, там, что с этим, с программами, там, так трудно, вот, хотел там, у меня, так сказать, тоже, пару интересных фактов, я Боня, Боня, вас вил, кто фон Мир, Боня, чего-то хочет от меня, и сама не знает, и хочет, вот, чего у вас вил, что Босичка, я вас вил, что Боня, приходит ко мне, и чего-то хочет, для Бося, не видно, не видно Боня, тут, вот, ну, ладенько, так, печка у нас горечуще, горечуще, прям, не затронешься, а толку-то от этого, вот, в общем, надеюсь, что пора, выживание заканчивается, и можно будет, как-то более, организованное, да, ой, Бося, плесла такая, а тебя не видно, такая, опять мне пик, свету приносит, все время, Бося, тебя никогда не видно, Боня, кум, и так, кум, кум, ой, такой малюсик, ой, это мой хороший, такой, ну, так, вот, какие у нас, с Боней, вот, эту последнюю неделю, как, прям, холодно стало, так, мы с ней, спим, все время, вот, на этом местечке, здесь у нас, около печечки, вот, да, Кося, вот, даже, даже спим здесь иногда, так, пока ноги, крючком так свернешься, вот, ноги здесь далеко не вытянуешь, и потом уже переходим в спальню, когда уже нагреемся, в спальне там, в принципе, потом согреваешься, под тремя, четырьмя идеалами, вот, а здесь, здесь мы сидим там, вечерами, да, свечки зажжем, тут и сидим, вот, вот, ну, сейчас вот, говорю, у нас свет есть теперь, вот, а Ильос у нас вообще сейчас тоже последние три дня, когда снег пошел, он попросился в дом в первый раз, и, то, что он обычно наружу спит, ему всегда жарко дома, а тут попросился в дом таким жалобным голосочком, я его впустила, и он мне сразу, бац, и на Софу прыгнул, сразу на Софу, и на Софе улегся, и все, холодно уже стало, и мокренький такой пришел, вот, ну, в общем, короче, Софа, прощайся от Софа, нужно будет постелить туда что-нибудь, но пока там старые просто не лежат нормально, ну, холодно тоже ребенку, сейчас, сейчас приходит, периодически здесь полежит, поспит теплее, идет потом снова наружу, вот так вот холодные времена, а Боня, так вообще мы спим просто-просто-просто-просто, чуть ли не в обнимочку, потому что у нас очень, действительно были сейчас тяжелые прям времена, так вообще, вот, все, а сейчас те времена заканчиваются, все это улучшается, теперь работает стиральная машина, и байлер, и тогда можно вообще не только выживанием заниматься, и уже можно как-то более-менее какие-то же дела решать. Все. До встречи. Пока.